Сегодня мы будем с вами говорить, как уныние и вообще саботаж проявляется в нашей жизни. Мне очень важно, чтобы вы сейчас узнали себя в этом, да, задумались и получили некое направление к движению. Все, что я вам буду говорить, не является моим личным, ну, практически все не является моим личным, авторским. Это все информация моих учителей, хороших книг и так далее. Все, кто оставил свои электронные адреса, когда регистрировался на фестиваль, я вам всем разошлю материалы по саботажу, ибо я заинтересована, чтобы вы изучили это дальше, да и понесли с собой. Итак, начнем с того, что такое самосаботаж вообще. Самосаботаж в прямом переводе, в английском языке есть такое слово прокрастинация, откладывание на потом, промедление, останавливание, да, задумайтесь, начиная, да, в возрасте, там, ну, как только мы понимаем, что мы что-то можем сделать, а что-то мы не можем сделать. Человек учится саботировать, да, то есть откладывать на потом, надеясь, что он проживет 200 лет и все успеет, правда? Вот сегодня мы будем говорить о том, почему некоторые мечты из, многие мечты людей, которые есть сейчас в этом зале, не исполнились, а почему некоторые мечты исполняются. Прежде чем поговорить о самосаботаже, я хочу сказать о том, что на уровень и на скорость нашего саботажа влияет наша самооценка. Мы сейчас с вами сделаем такую практику очень простую. Пожалуйста, вам нужно будет разграфить свою тетрадку, свой блокнот, я вас очень попрошу писать, ибо, как говорит Брайан Трейси, думайте на бумаге. Думайте на бумаге, пишите, тогда ваши мысли имеют большую силу. У нас будет такая простая очень таблица, я вас попрошу сделать три маленькие колоночки и одну большую. И здесь у нас будет 10 таких строк. И здесь мы напишем с вами имя, здесь мы напишем плюс, минус, плюс, минус. Вот такие четыре колонки. Имя самое большое, плюс, минус, плюс, минус. А здесь у нас будут номера 1, 2, 3 и до 10. Понятно всем, что мы делаем? Здорово. А? Имя, самая большая колонка имя, дальше маленькая колонка плюс, дальше минус и плюс-минус. Есть? Отлично. Сейчас, пожалуйста, друзья, очень динамично, чтобы мы все успели спереди. Друзья, вперед, на первом ряду есть очень много мест. Пожалуйста, проходите сюда и не стойте в дверях. Итак, ваша задача сейчас вот сюда вписать 10 человек людей, там где имя, которые вас окружают сейчас, в данный момент жизни больше всего. То есть люди, с которыми вы больше всего общаетесь. Причем эти люди могут вам очень нравиться или наоборот. Но вот это люди, с которыми вы вынуждены, к сожалению или к счастью, общаться очень много. Безусловно, в первую очередь входят люди, с которыми вы проживаете, да? И во вторую очередь входят уже все ближе окружающие, да? Там коллеги по работе, лучшие друзья и так далее. Пожалуйста, очень динамично сделайте этот список. А дальше мы делаем очень просто, друзья. Вот, например, если бы это был мой список, у меня бы первым был написан муж, да? И теперь моя задача подумать и поставить галочку в какую-то из трех позиций. А что это значит за три позиции? Как этот человек влияет на мою самооценку? Плюс. Он мне все говорит, да, Лена, ты все делаешь хорошо, правильно, молодец. Есть фестиваль, там, я сам воспитаю сына, давай, все, как бы, да? То есть он меня поддерживает и хорошо влияет на мою самооценку. Я ставлю галочку в плюсе, да? Минус, он мне ничего не разрешает, ругается, говорит, что вы ничего не можете, там, и так далее, и так далее. Тогда сюда галочка. И последний вариант, это бывает так, а бывает и так. Да, ну, то есть плюс-минус. Пожалуйста, очень быстро, напротив каждого человека, которого вы написали, поставьте, как этот человек, если места в первом ряду, Марин. Как этот человек влияет на вашу самооценку? Интересный вопрос. Если вас, большинство, будни ли руки, что вас окружают люди, которые вас поддерживают, да? Вопрос. Почему же тогда вы так мало достигаете? Интересно, правда? Виткалова нормально много достигает, да? Ну, то есть вопрос. Когда твое окружение тебя поддерживает, да? А ты все равно каких-то своих целей не достигаешь, или не достигаешь так, как ты бы хотел. Почему? Был такой чудесный человек, его звали Стив Джобс. Он на одном из своих мастер-классов, вы все его знаете, правда, да, Стива Джобс? Он предложил такую формулу успеха. Он сказал, есть некая формула успеха, чем бы вы ни занимались, неважно чем, вы в бизнесе, в архотерапии, в работе с детьми, на стройке, где угодно. Он говорит, что для успеха нужны всего лишь три позиции. Первая позиция – это знание, умение, навыки. Ну, Zoom прислала от ее, да, в педагогике. Знание, умение, навыки. Второе – это позитивное мышление. И третье – это окружение. И он говорит, что вот, если правильно распределить проценты, то вы обречены на успех просто. Пожалуйста, сейчас распределите в своих тетрадочках, как вам кажется, сколько должно быть процентов, если на все три – сто процентов, то сколько для успеха играют знания, умения, навыки, сколько играет позитивное мышление, сколько играет окружение, как вам кажется. Вот не только, не так, как надо, а так, как у вас, как вы думаете, да, во что вы верите. Поднимите руку, у кого больше всего позитивное мышление. Аншлаг. Поднимите больше всего, у кого окружение. А теперь пишем правильный ответ. Ну, правильный по мнению Стива Джобса, да, вопрос дискуссионный, но мне кажется, что там в этом есть. Он говорит, что знание, умение, навыки, чем бы вы ни занимались, для успеха играет всего лишь 10%. Вы можете быть самым умным, но при этом жить в Гватемалии. Самое лучшее, что произойдет, ваша книга в количестве трех штук выйдет за два дня до вашей смерти. Вы можете очень хорошо мыслить, позитивное мышление 30% играет в этом, по мнению Стива Джобса. Он говорит, что вы можете жить в Гватемалии, и тогда, если вы мыслите позитивно, эта книга выйдет, когда вам будет 40, в количестве тысячи штук и так далее. Короля делает окружение, всем известная народная мудрость. Задумайтесь, какими людьми вы себя окружаете. Окружение 60%. Если в вашем окружении очень много женщин, которые любят своих детей и просто восторгаются материнством, женской ролью и так далее, вы наверняка такая же. Если в вашем окружении очень много людей, которые имеют свой бизнес или еще что-то, вы наверняка такой же. Если в вашем окружении очень много людей, которые жалуются, все время отпадают и промедляют, вы такой же. Есть интересный тест. Можно узнать сейчас, сколько зарабатывает любой человек в зале. Нужно, чтобы он назвал 5 зарплат его окружающих, ближних людей. Сложить 5, поделить на 5. Поэкспериментируйте дома. Так же считается уровень вашего здоровья. Точно так же. 5 ближе окружающих вас людей. Мама, папа, муж и лучшая подруга, например. Вот вы складываете все и считаете среднеаритметическое. Это будет ваш средний доход. Ну плюс-минус, обычно очень совпадает. Вообще не совпадает, супер. А? У вас намного больше? А какими людьми вы себя окружаете? Ну не обязательно родные, да? 5 людей, с которыми больше всего. Хорошо, двигаемся дальше. Кому приходит сопротивление? Кому приходит самосаботаж? Я вас должна порадовать, он приходит не ко всем. Самосаботаж, способность промедлять, откладывать на потом, приходит только к тем, кто развивается. К всем, кто стоит на месте, делает плохо и деградирует, саботаж не приходит никогда. У них все хорошо. Поэтому, если вы встали на путь развития, вы обречены. Люди часто задают вопрос, на какой тренинг надо сходить, какую таблетку принять, какое кино посмотреть, чтобы излечиться от этого. Ответ очень прост. Самосаботаж победить невозможно один раз. Самосаботаж нужно побеждать каждое утро, когда вы встаете с постели, у вас есть выбор новости или йога. И каждую секунду этот выбор, да? Поэтому, честно, сразу большими буквами сетом запишите. Самосаботаж один раз победить невозможно. Его нужно побеждать всегда. Человек всегда должен находиться в творчестве, в состоянии чувствования себя и состоянии, да, изобретения. В своей жизни прежде всего. Как проявляется самосаботаж? Мой любимый пример про борщ расскажу. Представьте себе, что в понедельник вы решили сварить борщ. Ну, вдруг вам пришли гости ни с того ни с сего? Вы же не будете гостей кормить борщом, правда? Вторник у ребенка в школе родительское собрание. Ну, тоже как бы вы пришли уже, да, полседьмого, какой борщ? В среду на работе день рождения у коллеги задержались, но тоже не к борщу, да? Четверг муж, как в романтике, захотел, когда-то вы пошли, но тоже не борщ. Пятница. У вас ни работы, ни консультации, ни тренингов, ничего. Вы дома, вообще никого нет, все ушли. Ну, вы же этот борщ уже ненавидите, вы понимаете? Уже вы все готовы делать, только не борщ. Почему? Потому что откладываешь, откладываю, откладываю. Есть очень интересное размышление по поводу саботажа. Друзья, смотрите. Когда мы что-то откладываем, привычка откладывать становится частью нас. А когда мы начинаем это решать, то мы эту часть себя разрушаем, вы понимаете? Так? Интересно. Я вам сейчас назову признаки проявления самосаботажа, да, чтобы вы тестировали, насколько у вас это есть. Первый признак – это сплетни или пустые разговоры. А что такое пустые разговоры? Это любые разговоры, которые не ведут к действию, наверное. Это поездки вместо силы. Знаете, чем многие люди, психологи особенно, им надо поехать вместо силы. Вот лично я ничего не имею против поездок вместо силы, но есть один главный вопрос. Половина людей едут туда, чтобы взять, а половина людей едут туда, чтобы им дали. Вот если вы едете туда, чтобы вам дали, благословение, священное разрешение и так далее, то это саботаж. А если вы едете, чтобы взять, ну, то есть из себя проявить активность, мотивацию, вчера вспоминайте, да, тогда это чудесно, это нужная вещь. Следующий признак саботажа – это жалобы, постоянные жалобы, уныние, о котором мы вчера с вами говорили. Следующий важный момент – это ожидание вдохновения. Люди убеждены, вы понимаете, что без вдохновения творить невозможно. В зале сидят арт-терапевты, они много работают с людьми, обучают людей, не дадутся врать. Вот кто вам сказал, что работать можно только с вдохновением? Нет, если бы все творческие люди работали только с вдохновением, творчества бы на земле очень скоро не осталось. Потому что вдохновение – это такая вещь, которая раз в год по средам, и то может через год. Ну, то есть никто не знает, как, этим невозможно управлять, да? А что делать, когда надо делать, вдохновения нет? Вы садитесь и говорите тому, кому вы верите, говорите, дай мне возможность написать полезно для людей, без вдохновения, и так, чтобы хорошо. И пишите. Понимаете, да? Вот человек успешный, он не ждет вдохновения, он трудится, ну, заручившись поддержкой, да, там, какой вы можете для себя. А вот те, которые его ныне, они ждут вдохновения. И последняя позиция такая – это критика, друзья. Критика других людей. Очень жесткий такой отбор энергии происходит в этот момент. Есть такой бодда-шефер, не, бодда-шефер, правильно, бодда-шефер, да. И он из-за правил правил, которое называется правило 72-х часов, многие из вас, наверное, его знают, он говорит следующее. Если у вас есть идея, и вы в течение 72-х часов ничего не сделали для того, чтобы в эту идею продвинуться, откажитесь от идеи. Либо она начнет вас там где-то кусать и догонять, да. Откажитесь от идеи. Я всегда спрашиваю у людей, чего вы хотите. Ну, вот конкретно, да. Лина, чего ты сейчас конкретно хочешь? Работать она хочет, понимаете? Вот сидит на семинаре, не может же сейчас пойти и тренинги проводить, а работать хочет. Не, ну, это интересно, вот задумайтесь, зачем хотеть, если конкретно сейчас я не могу что-то сделать в сторону своей цели. Вот задумайтесь, сколько у нас в жизни мечт, конкретно сейчас, вот сейчас сидя в этом зале, вы не можете реально ничего сделать, но мы хотим. А когда мы хотим, происходит очень известная штука, энергия поступает. А мы хотим, и ничего не делаем. И она тут что начинает делать в нас? Друзья, набор веса это не проблема питания, большей части. Это проблема бессмысленного хотения. Ну, поразмышляйте над этим. И когда человек держит, он, ну, он растет, потому что ему надо как-то что-то с этим делать, да? Поэтому, кто не жадничает, тот хорошо выглядит. Не жадничайте, друзья. Алгоритм самосаботажа. Хорошо, становитесь. Остановитесь, сейчас что-то придумаем, значит, будем в паре работать. Ну, сразу понятно, что женщины саботируют больше, чем мужчины, это понятно, да? Итак, а, мужчины далеко сидят? Ну, это же тоже мудрость, понимаете. Итак, у нас будут сейчас роли. Я всегда эту сценку называю «Не забывайте такое никогда». Вот вы сейчас увидите, сразу себя узнаете, и как только это будет в вашу жизнь входить, вы будете сразу говорить «Стоять, стоять, узнавать вы это будете». Итак, у нас первая часть этого движения называется «Цель. Очень хочу». Вот кто хочет быть целью? Вот «Очень хочу» чего-то прям, «Очень хочу». Кто? «Цель». Отлично, сдвигайтесь туда, пожалуйста. Становитесь сюда, и вы сейчас должны придумать какое-то движение и сказать слово «Цель» очень громкое. Например, там «Цель», или там «Очень хочу». Ну, как-то вот подумайте, как это будет выглядеть. Второй человек, кто-то из вас будет, он будет говорить «Боюсь, что получится неидеально». Ну, знаете, вот как цель? Захотел там свой проект, да? И резко все вот придумал, как я это хочу, да? А потом «Боюсь, что получится неидеально». Вот, отлично. У тебя тоже какое-то движение должно быть там «Боюсь», там «Боюсь», да? Ну, какое-то такое вот, да, через тело. Следующий у нас будет два таких человека. Два будут играть эту роль, как-то кто-то с кем-то парит. Это такая штука называется «Откладываю». Ну, как бы «Завтра позвоню». Ну, еще же я успею, ну, что письмо написать, сесть там, партнеру. Ну, это же все, отлично, да? И у вас тоже какое-то должно быть движение «Откладываю». Ну, обсудите быстренько. Следующие двое тоже у нас будет, да, двое будет. Она, эта категория у нас называется «Самобичевание». Ну, самобичевание. Ну, не первый же раз уже «Откладываю», правда же, в жизни, да? И последнее, самое веселое, да, «Не люблю себя». Не люблю себя, ну, все, как-то, да? Давайте посмотрим для начала, что за движение у вас какое будет. Цель. Чудесно, да, все громко говорят, да, у вас будет. Боюсь, что не идеально. Хорошо. Откладываю. Какие актеры, отлично. Самобичевание. Самобичевание. Да, везде, везде, да, да, отлично. И последнее. Не люблю себя, хорошо. Вот сейчас вы это посмотрите, без моих комментариев, просто в состоянии. Побудьте. Каждый, я буду показывать, кто, да, и тот будет делать, да. Внимание на экран. Смотрим, не забывается такое никогда. Говорите только громко, чтобы даже задние ряды все услышали, пожалуйста. Сэп, боюсь, что не идеально. Откладываю. Самобичевание. Сейчас надо, чтобы вы очень громко говорили, и вы же ключевая фигура. Сейчас будет все сначала, а дальше некоторые будут повторяться. Я вас спрошу, если я на вас показываю, вы повторяйтесь. Внимание, усовершенствованный вариант. Поехали. Сэп, боюсь, что не идеально. Откладываю. Самобичевание. Не люблю себя. Откладываю. Самобичевание. Не люблю себя. Самобичевание. 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 Не люблю себя. Опять ты. Не люблю себя. Опять ты. Не люблю себя. И так всегда. Давайте поаплодируем нашим героям. Спасибо, вы молодцы, вы умнички, присаживайтесь. Спасибо вам большое. Всем знакомый и понятный алгоритм, правда? Давайте его занотируем. Первая это цель, когда я что-то хочу, когда появляется желание. Некоторые коллеги, мои тренеры здесь уже рассказывали о способности идеализировать, которую мы часто путаем. В первом ряду есть места, друзья, можно пройтись, в первом ряду есть места. Второй компонент самосаботажа это идеализация. То есть мы себе представляем, как это может быть идеально. Следующий это откладывание. Ну то есть я же кто такой? Я же с СЛА, у меня же еще нету 89 сертификатов, а у меня же еще незаконченное образование, а меня же мастер еще не благословил, а я же еще один модуль не допрошел, а еще надо же туда сходить. А 300 часов личной терапии, ну как бы, да, вот. И это все же повод отличный, друзья, вот сидеть и ничего не делать, да. Вот все-все узнают себя в этом. После этого приходит самобичевание, это мой любимый момент просто. Откладывание. Не было, да, после этого самобичевание, потому что человек думает, да, ну вот, ну надо было сделать, ну что мне стоило, это же так просто, а многие уже взяли и сделали, а я вот все не сделала, так далее, так далее. А после этого приходит не люблю себя. И вот, друзья, большей частью клиенты, которые приходят к психологам, это вот этот последний вариант чудесный, да. И все. И вот из этой позиции все начинается. На мой взгляд, артеропия обладает огромным ресурсом для того, чтобы повернуть человека к себе. Прежде всего к себе. Поэтому я призываю вас коснуться этого метода и уделить ему внимание. Аня, пожалуйста, листики вот так в одну ровную линию разложи. Этот пример из книги о пропорстинации. Сейчас вам не скажу автора, но очень обязательно рекомендацию на эту книгу я вам пишу. Представьте себе, что у нас есть доска деревянная. Все видели, да, деревянные доски? Вот такой толщины, вот такой вот ширины, как листочек А4. И вот у нас такая импровизированная, это последний листик, спасибо, доска. Итак, вот наш человек, который честный такой, как бы ни разу не саботирующийся. Аня, смотри, есть деревянная доска. Ваша задача отслеживать, в каком эмоциональном состоянии, у нас будет 4 этапа, человек, то есть Аня будет пребывать все 4 раза. Идея понятна, да? Просто смотреть за ее состоянием. Потом мы с вами это обсудим. Аня, вот это вот доска. Твоя задача по этой доске просто пройти. Сможешь? Ну, иди. Отследили эмоциональное состояние. Хорошо. Аня, а теперь смотри. Вот тут сарай. Ты на крыше сарая. Вот тут вот второй сарай. Между ними, ну, как бы, просто доска лежит. Ну, просто доска и два сарая. Но высота 30 метров над землей. Глянь, зал в шоке уже. 30 метров над землей. Там сарай, здесь сарай. Твоя задача пройти. Та же доска. Сможешь? Обойти нельзя. Нормально? Честный саботажник. Честный. Состояние. Смотрите, что с человеком происходит. Жить хочет? Ну, давай, вези. Саботажник, конечно. Давай, настройся. Сколько драйва, вы понимаете? Кайфа. Отлично. Отлично. Моя мама говорила когда-то такую фразу, чем простую. Чем хренови, тем хипови. Да, вот. То есть, зачем мы не ищем легких путей? Итак, становись сюда. Это был второй этап. Вы отследили эмоционально. Все вообще серьезно, друзья. Сейчас будет не смешно, поверьте. Пока смеемся. Итак, тут сарай. Все по-прежнему. Это доска твоя любимая. Ты уже по ней ходила, даже прыгала. И здесь тоже сарай. Анна, ну там пожар. Ты понимаешь? Там пожар. Что делать? Давай, решай. Вы поняли? Вы почувствовали, да, состояние? Отлично. И последний вариант. Последний вариант. Аня, там сарай, здесь доска. Тут сарай, там пожар. Внизу батут. Внизу батут. Это четвертый этап эксперимента. Надо пройти. Тут доска. Внизу там где-то на земле батут. Отлично. Давайте Ане поаплодируем за ее радостную. Какие восстания, да? Подожди, еще не выходи. Аня, скажи, в какой раз, когда ты ходила в первый, второй, третий или четвертый, по твоим ощущениям, у тебя было больше всего энергии? Последний. Последний. А меньше всего энергии, когда у тебя было? Первый. Спасибо. Аня, присаживайся. Я вопрос в зал задам. Как вам кажется, кто думает, что в последний раз было больше всего энергии? Поднимите руку. Спасибо. Кто думает, что в третий раз, когда первый пожар был? Большинство. Спасибо. Кто во второй раз думает, что вот когда 30 метров просто поднялась? Кто в первый? Никто. А, есть даже что в первый. Вы думаете, что больше всего было энергии в первый раз? Сохраненная энергия. Сохраненная, да? Хорошо. Как вы думаете, согласны ли вы с тем, что меньше всего энергии было в первый раз? Да. Ну, большинство, да, я допускаю. Да? Хорошо. Смотрите, друзья, это вообще все про нашу жизнь. Вы представляете? Вообще. Вот я вам сейчас буду говорить. Я сама читала и плакала. Вот есть просто цель, понимаете, сделать фестиваль. Что-то все просто, да? Или какой-то проект, тренинг, про все шоколи. И всем известно, в этих 900 книг написано, что делать. Там написано, делай раз, делай два, делай три, четыре, пять, шесть, семь. Но это же, понимаете, тупо и скучно. То ли дело 30 метров над землей, то ли дело, когда я просрочил все дедлайны, не позвонил, время идет, а хотелка есть, то есть я хочу, да? И что делает человек? Он начинает вот это откладывать. Каждое откладывание, представляете себе метафорически, это на один сантиметр выше, 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 и уже ваша доска, ого-го, где? И тут появляется энергия. Люди, вы понимаете? А пожар, а что такое пожар? Это проверка, обещание перед партнерами или еще что-нибудь. И там вообще веселье. Курсовую за ночь студенты, если есть в зале, они знают, что это такое, да? Мы все там были в институте. Это что такое драйв? Это люди откладывают, сейчас страшную вещь говорю, люди откладывают, потому что они себя зажимают в эти обстоятельства, чтобы себя чувствовать живым. Вы представляете, люди? Можно по-другому идти на артерапию, конечно, да? Что еще могу сказать? Тример в артерапии, да? Друзья, задумайтесь, когда в жизни нету радости, мы из своей работы начинаем неправильно извлекать энергию, промедляя и откладывая. Ибо это необходимо человеку жить, чувствовать себя в теле, да? В эмоциях, в драйве. Даже в негативе. Даже в негативе. Все равно в каком, конечно. Но уже запускается этот процесс, да? Вы видели. Самобичевание, самобичевание, не люблю себя, не люблю себя и поехала. Что делать? Есть такая чудесная рекомендация, она мне очень нравится, она называется антирасписание. Вот антирасписание, это очень просто. Это когда ты в свой планинг, в свой ежедневник, сначала вносишь отдых, досуг и развитие, а потом работу. Вот задумайтесь, как нужно жить, друзья. Ну, на мой взгляд. Я вот сейчас учусь так. У меня еще не всегда получается, но уже что-то получается. Это очень сложно, но это то, что дает жизнь. Представьте себе, если вы подышали, покатались, ездили в лес, насобирали грибов. Вы вот в чувствах. Вы пришли на работу, да? И вам эти три отчета за три года. Пять бумажек, десять там каких-то. Да вы написали их спокойно. Вы наполнены. И вы знаете, что у вас через два дня поездка еще куда-то. У вас есть задача хотеть туда. Идея такая, энергия человеку нужна всегда. Откуда вы ее черпаете? Из творчества, из созидания. Чем вы заполняете свое время? Куда вы инвестируете свое время? В любом случае, если вы не творите, вы скатываетесь в самосаботаж. Я всегда привожу пример. Правила Бубачева, известный всем человек. Она однажды придумала отмечать первый день весны. Люди. Ну, кто это Гала Бубачева? Ну, женщина, которая поет. Ну, такая хорошая женщина, которая хорошо поет, да? Придумала праздник. Уже полмира отмечает. Я такая себе сижу и думаю. Чем я не Алла Бубачева? Придумаю, какая фестиваль. И самое страшное и интересное, что вы же, никто вам не запрещает подумать, почему вы не Алла Бубачева. Для меня примером, когда я поняла, что не нужно, ну, как вы, ну, вот, как создается все, примером творения стал тренинг Александра Гершона. Тренера по танцевально-двигательной терапии, когда мы в Москве у него были на семинаре, и он вообще, вы знаете, такое сделал. Мы делали какую-то практику, и говорит, так, стоп, остановились. Я придумал технику. Значит, встали, подобрали, настроили, свет луч пустили, пошли. И мы пошли и работали. Я понимаю, что человек только что придумал, все пошли и у всех работали. А я же думала, знаете, монографию написать. На тысячи человек опробовать. Экспертов, значит, разрешение, ну, и так далее по тексту, друзья. Это тоже надо, да? Ну, я и допускаю, что есть и такие методы. Но на самом деле, самое важное, это слушать себя, прислушиваться к себе. К своей, да? Я всегда говорю, арт-терапия помогает вспомнить, вспомнить, каким ты можешь быть интересным для самого себя. Есть люди, которые приходят домой и включают радио, и включают телевизор. Им важно, чтобы был какой-то вот фон, да? Потому что свой фон уже не слышится, да? Вот задумайтесь, почему мы так делаем? Сколько вы придумали праздников в своей семье, друзья? Что вы отмечаете, как не все? Кто вам запрещает? Это никто. И никто не разрешит, я вам больше скажу. Есть такое убеждение, что кто-то знает алгоритм успеха. И если я этот алгоритм успеха узнаю точно, точно, вот как у него, куплю за большие деньги, люди идут на все, то у меня тоже все получится. Но это не так. Еще многие тренеры арт-терапии что они делают? Они помогают человеку выстроить свой алгоритм успеха. Я всегда говорю о том, что арт-терапия сродни Коучинку. У нее есть убеждение о том, что человек все может, у человека есть все ресурсы, просто нужно их выключить. Знаете, что самое сложное? Надо что-то делать. Надо что-то делать. Что делать? Сейчас поговорим об этом. Я бы хотела вам сейчас такую параллель провести между унылышами и людьми творческими. Вот такие, да, две категории. Так вот, что делают унылыши? Унылыши, друзья, всегда выбирают комфорт. То есть они всегда делают то, что делают всегда. Они ходят на работу одной и той же работой. Они перечитывают одни и те же книги. Они общаются большей частью с одними и теми же людьми, смотрят одни и те же передачи. А женщины унылыши, это секрет от Елены, что глиной, знаете, как одежду себе покупают. Они смотрят вот так, думают, о, нормально, но у меня что-то есть, этот цвет другой беру. А женщина творческая, она подходит, и если видит, что вот это похоже на то, что уже есть в ее гардеробе, она никогда не купит. Потому что женщина должна быть разной, но то она и женщина. Поэтому, друзья, не покупайте то, что похоже на то, что есть в вашем гардеробе. Иначе страна уныния. Итак, если унылыши выбирают комфорт, то люди творческие всегда выбирают что-то новое. Голливудская актриса, которая усыновила много детей. Как ее зовут? Анжелина Анжелина, спасибо. Все время рассказываю, все время забываю. Она в одном из своих интервью говорит, я никогда не беру роли, в которой для меня нет опасности чего-то нового или страха. Никогда не беру роль. Потому что я не могу там включить чувства. Я должна овладевать чем-то новым и в своей работе постоянно развиваться. Задумайтесь, идете ли вы в свой страх. Идете ли вы во что-то новое. Страх развития, страх изменения – это один из критериев, почему есть в человеке саботаж. Друзья, наш мозг, вы знаете, все новое воспринимает как небезопасное. А все старое как безопасное. Для того, чтобы адаптироваться к новому, человек должен потратить энергию. Понимаете, да? А энергия – это что значит? Обесточивание. Но если вы идете в творчество, то вам приходит стариться в десять раз больше. А если вы идете в уныние, то энергия уходит, 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 уходит. Следующее разделение, да, между унылышами и творческими. Страх, да, страх что-то делать. Вот боятся все, и унылыши, и люди творческие, но боятся по-разному. Как бояться унылыша? Унылыши боятся так. Ага, мне нужно сделать свой тренинг, да? Так, где взять людей? Надо посмотреть, два месяца походить по другим тренингам, как, поспрашивать у тренеров, как они людей собирают. Поспрашивал, походил, два месяца прошло. Так, надо подумать, какой вообще тренинг продавать. Я же так много могу, да? Тренинг написать. Не, это надо восемь книг прочитать, так, по тренингам, да? И они перебдеть у них такая. То есть они пока все перебдели, перебдуны я их называю, да? Они пока все переб... Уже энергии нету, ну, как бы все, да? Уже и не хочется. Уже все понятно? Не, ну, что там надо, просто сделай, да? А вот это уже, вот это раз, два, три, это вообще уже, ну, это никому не надо. Это никто не делает. Что делают люди творческие? Они тоже боятся, друзья. Например, как и мы, боимся всегда делать свои проекты, новые программы запускать. У нас тоже есть страх. Но люди творческие боятся и делают. А унылыши боятся и не делают. Значит, боятся все, страх — это нормально. Нормально, абсолютно нормально, значит, вы живой. Люди, которые унылыши, они все время учатся. Постоянно, везде, все время. Люди творческие помнят фразу о том, что важно планировать остановки в своем развитии. Важно больше отдавать, чем получать. Люди творческие больше делают. Люди унылыши больше помнят. Вот такое убеждение, смотрите. Люди, которые в унынии, в самосаботаже, они верят в то, что от того, как прошел их вчерашний день, зависит день сегодняшнего. Понимаете, да? Это такое убеждение. А люди творческие, успешные люди, они верят, что от того, как они проживут сейчас, зависит завтра. И поэтому они сейчас живут. Они же хотят, чтобы завтра у них все было. Вот. Чувствуете разницу, да? Те смотрят назад, а эти смотрят вперед. Причем оба смотрят пока еще. Двигаемся дальше. Люди в унынии и умеют отдыхать. Это вообще проблема. Спроси, кто умеет отдыхать. Если кто-то не в зале, можно аплодировать в то вопрос. В самосаботаже есть такая проблема, которая называется отдых с чувством вины. Класс, да? Вот я сейчас тоже учусь этому. Так трогайте. Что такое отдых без чувства вины? И вообще для чего нужен отдых? Вот мне очень понравился пример, когда тренер один рассказывал о том, что когда... Знаете, есть сознание бессознательное, да? Бессознательное 70, ну или 80, там по разным данным. Сознание 20-30. Так вот, когда мы работаем, вы же все понимаете, что работает 20-30, то есть сознание, правда? А когда мы отдыхаем, работает же 70-80. Это для вас мотивация отдыхать? Да? Многие тренеры говорят, люди, делайте себе выходные, уезжайте, отключайте все, уходите от суеты, отдыхайте, наполняйтесь миром вообще, выходите из своего привычного круга. Очень известный тренер Ацхак Пентусевич, он дает такую красивую схему по поводу отдыха вообще и успеха. Он говорит, что есть зона комфорта человека, а есть зона, где происходят чудеса. И они не одно идут. И для того, чтобы пойти в зону, где происходят чудеса, нужно выйти из зоны комфорта. То есть пойти во что-то новое, начать что-то новое. Отдых без чувства вины, домашнее задание духовное, для всех никто не проверит, поверьте, нужно только вам. Когда на семинары по саботажу провожу, всегда люди спрашивают, а кто же, кто же нас поддерживает в этом пути борьбы с самосаботажем, ответ никто не поддерживает. Еще больше вам скажу, ваши родные и близкие будут еще больше вам мешать. Ну, потому что им удобно, когда вы такой, какой вы есть. Потому что им тогда не надо развиваться. Ну, и меняться, да, тоже. Поэтому, если вас не поддерживают родные и близкие люди, то вы на правильном пути. Тина Силик, есть такой автор, вот она так считает, я ее в этом поддерживаю. Унылыши, унылыши ждут, что все в жизни и уверены, убеждены, что все в жизни должно идти по плану. Закончила школу за эту медалью, взбила институт, вышла замуж, родила ребенка, устроилась на работу и так далее по тексту. Вот люди, которые живут в иныне, они свято верят, что все должно быть по плану. А люди, которые творческие, которые в успехе, они убеждены, что все по плану в жизни не идет. Никогда. Я не знаю, что если что-то может случиться, оно для этого случится. Но они точно знают, что все решают. И они готовы принимать все то, что будет изменяться. У них нет ожидания идеального. Люди, которые находятся в унынии, у них очень частая оговорка, я не начну ничего делать, пока я не буду делать это и знать в совершенстве. А? А я всегда говорю, а что там про совершенство говорят? Нет предела совершенству. То есть не начнешь ты делать никогда. Ну, нормально, здорово, такая ловушка, да? И люди живут, и не задумываются. Следующее. Люди в унынии, в состоянии самосаботажа очень боятся изменений. Очень боятся любых изменений. Поэтому, вот кто консультирует, кто психолог, практикующий, наверняка вы встречались с состоянием, когда доходите, и вот проблема понятна, человек как бы вроде бы хочет ее решать, доходит до действия, и тут начинается. Не, ну это же просто, ну я просто забыл сделать, или ну как бы, ну понятно, что просто надо было ломать, и понеслась. И не делается ничего. Люди успешные всегда получают удовольствие от развития. Всегда. И я вам скажу больше, так как я обучаю людей, то люди часто спрашивают, как найти себя. Я говорю о том, что очень важно в любом тренинге рассказывать о том, что тебе лично сейчас интересно. Потому что ты говоришь, и тебе люди верят. Я бы честно призналась, сейчас меня интересует саботаж. Поэтому я с вами делюсь в надежде, что как-то я тоже что-то больше узнаю. И я сейчас во всех тренингах рассказываю про саботаж обязательно. Ну потому что я этим живу. И мне кажется, что это честно. Потому что, ну наверняка, у всех был опыт, когда вам заказали тренинг по конфликтам. Ну конфликты и к конфликту любой психолог может этот тренинг прочитать. Но вы его читаете, просто пересказывая чей-то путанный опыт. И вы понимаете, что вам не кайф, а не драйв, а вообще ничего. Я не поддерживаю такую идею. Не стараюсь так надежно, как я. И последнее в этой позиции. Человек унылыш, саботажник, всегда ждет одобрения других людей по поводу какого-то конкретного действия. Человек успешный, творческий, всегда действует по своему глубокому убеждению и своей мере. он сам себе разрешает делать что-то или не делать. Но он сам с собой договаривается. У меня есть коллега, его зовут Евгений Дейнеков, он тоже обучался у нас на арт-терапии. Известный очень тренер, я думаю, некоторые из вас его это знают. Он прекрасно приводит метафору. Он говорит так. Нашему мозгу все равно, о чем думать. Вот задумайтесь. Вот если вы ему поставите задачу, как заработать в месяц пять тысяч гривен, он честно будет думать о том, как заработать в месяц пять тысяч гривен. Если вы поставите ему задачу, как сделать какой-то проект на город или еще что-то, он будет думать об этом. И ниже он добавляет, вы человек какого масштаба? Какого масштаба? Нет ни одной лекции, ни одной пары в институте, где рассказывают, каким надо быть масштабом. Это домашнее задание из-за школы. Надо сделать самому. Задумайтесь, какого вы масштаба, что вы хотите, пробуйте. Я всегда говорю, что когда человек находит себя, вселенная вокруг него закручивается, ему люди даются, ему поддержка, энергия. Все, пробуйте. Пока не начнете, ничего не узнаете. Следующий момент, тоже по поводу вселенной. Тоже у Тины Силен, сейчас ее дочитала, просто цитирую много, есть такая фраза. Вселенная на все наши мысли говорит «да». Идет же, заходите, есть места на первом ряду. Женщина идет по дороге и думает, все мужчины козлы, все мужчины козлы. Ей там говорят «да». Вторая идет, говорит, все мужчины красивые, внимательные, верные. Ей там говорят «да». Вы заходите на фестиваль и думаете, так, что-то все такие стрёмные, сколько людей, где оставить сумку, вам там говорят «да», стрёмные все. Вы заходите на фестиваль и говорите «о, боже, сколько людей, открытые сердца, как здорово». И вам такой приход на каком-то мастер-классе «да», открытые сердца, душа, чувства, состояние. Задумайтесь об этом. Вселенная на все наши мысли говорит «да». Самое сложное, друзья, это следить за своим состоянием. Но мы же можем учить кого угодно, кроме как себя. Это интересная практика. Следить за тем, что вы хотите, и о чем вы думаете. Иван Зимбинский, тренер, о котором я уже говорила, вчера, он приводит такой пример. Вы занимались каким-нибудь видом спорта когда-нибудь? А чем вы занимались? Теквандо. Теквандо. А как зовут вас? Иван. Иван. Ну, встаньте, что вас люди видели. Друзья, вот Иван. Идите ко мне на сцену, сейчас эксперимент. Вот на самом деле, на самом деле, все, что люди нам в жизни случаются не случайно. Да и вот есть Иван, и он занимался как вандолом когда-то. Я тренер по баскетболу. Это правда. Это не пример. Я правда много лет к этому посвятила. И представьте себе, что каждый человек, как метафора, должен найти в мире свою игру. Потому что жизнь и работа в профессии психолога, это по сути найти свою нишу, найти какую-то свою ячейку. Чем ты можешь быть полезен, уникален. И весь наш доход и материальный, и духовный, и нравственный, по сути, это успешная игра в свою игру на своем поле. А бизнес это игра на деньги. Представьте себе ситуацию. Приходит ко мне Ваня и говорит, Лен, давайте сыграем в тэквондо на деньги. А я ему говорю, не, Вань, давай в баскетбол на деньги. Задумайтесь, какая ваша игра? В чем вы спец? Как найти себя люди спец? Я все говорю, что тебе нравится? Есть люди, которые уходят после, ну, мы об арт-терпии сегодня говорим, после курсов меняют работу, меняют жизнь, ищут, пробуют. Арт-терпия способна показать вам, что вы можете. А дальше случаются страшные вещи. У меня есть примеры, когда люди, понимая, что они могут, люди начинают болеть. Ну, я ж могу, мне ж теперь как бы надо делать, да? А привычки нету делать, и включается тело, и с этим тоже нужно работать, да? Будьте готовы к тому, что привычка откладывать и есть, была и будет. Ваня, спасибо, давайте поддержим Ваню. Это вам до респект. Ну, я играю в баскетбол, да? Вот такой пример про игру. Напишите себе вопрос, домашнее задание, в чем моя игра, да? И бытовые такие, совсем бытовые признаки, саботажа, чтобы уж совсем с этим делом разобраться. Первое, ну, вот конкретно, да, раз, два, три, поверьте себе, повесьте на большую какую-то стенку и смотрите на это чаще. Первое, откладываю важные дела. Так, есть важные, есть срочные. Так вот, саботажники сначала делают срочные, а люди творческие сначала делают важные. Они понимают, что колхотки будут рваться всегда, дети будут болеть, потому что это дети, а не люди. Вот все будет происходить, да? Ну вот, задумайтесь. Второе, долгое принятие решений, так саботажу туда же. Перфекционизм, это чтобы все было идеально и прекрасно. много думаю, мало делаю, бросаю проект на полпути, это вообще чудесно. И самое любимое, обвиняю других в том, что у меня что-то не получилось, потому что я же лучше тех результатов, которые я показываю. и я на мастер-классе по саботажу, он трехчасовой, у нас сегодня такой лайк, да, получился. Я задаю вопрос людям, напишите, пожалуйста, мини-сочинение, как вы креативно саботируете свой успех. Люди пишут, вы понимаете? Они реально говорят, что можно было два года назад договориться с тем-то, попробовать, рискнуть, да, и так далее, и так далее, и так далее. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сегодня задумались, понимали, что сложно было, если будет, но это не повод саботировать себя, и самое важное, что вы можете сделать для человека, это поделиться с ним состоянием. У меня есть курс такой, обучающий тренеров в артерпи, и один ингентив, и я там всегда говорю. Самое главное, что вы можете передать человеку, это состояние, потому что знание, умение, и наути, в большей части он сможет поучиться. А вот состояние, это нечто особенное. Наше время подошло к концу, к сожалению или к счастью. Спасибо вам, что вы были сегодня со мной в моей крипте, в Кене-Кабакате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова